МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Фильм закончился и началась история. Я хочу представить наших гостей в студии. Специалист по военной истории России Евгений Мезенцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Историк кино Максим Павлов. АПЛОДИСМЕНТЫ Специалист по военной истории России Олег Курбатов. АПЛОДИСМЕНТЫ И писатель, и историк Дмитрий Володихин. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и первый вопрос, видимо, вам, Максим. В какой мере фильм «Ушаков» делался под заказ руководства ВМФ и руководства МИДа? Вы знаете, руководство ВМФ и руководство МИДа в то время не заказывали отдельные фильмы. Это абсолютно точно. Ну, они участвовали, как бы, да? Естественно, военно-морской флот участвовал в реализации этого фильма. По заказу все делалось, ну, как бы, система советского кинематографа, естественно, предусматривала заказ. Это был заказ государства. Государство не выступало в то время различными ведомствами. Вот. Планы утверждались, они согласовывались все, в том числе, с ЦК. Вот. И, соответственно, дальше уже Министерство кинематографии бралось за осуществление, доработку. На всех уровнях государство пристально следило. К тому же был, в общем, у нас известно в то время один очень важный зритель, который к кинематографу относился особенно. Самый пристальный зритель страны. Чутко, да, и трепетно. Поэтому во многих фильмах, снятых в то время, принимали самое непосредственное участие первые лица государства, я бы сказал так, к выходу этих фильмов в конечном виде. Тогда, наверное, общий вопрос. Да вообще известно, на каких исторических источниках, на каких документальных материалах строился сценарий этого фильма? Все-таки в большей степени Ушаков ставился не по источникам, а по историографии, по специальной исторической литературе. Возможно, специалисты по военной истории этого периода меня поправят. Но существовало достаточно большое количество монографий, статей, в том числе, советского периода. Интерес этого времени к победам русского оружия. Это время, я имею в виду, второй план 30-х, 40-х, начало 50-х годов был обострен. И писали тогда много на эту тему. Конечно же, если говорить об основе работы над фильмом, то все-таки не столько окунались в источник, сколько окунались в книжки. Вы знаете, я могу сказать о том, кто был автором сценария. Автором сценария был Александр Штейн, очень известный драматург. Написанию киносценарий или киноповести предшествовал выход в начале пьесы, а потом ее постановка. И пьеса Александра Штейна, которая называлась «Флаг адмирала», лежит в основе киноповести, которая, в свою очередь, является основой сценария. Я знаю, что главным консультантом на фильме был профессор Исаков. Более того, он был автором статьи, которая появилась в 1953 году. В середине, где-то летом, наверное, 1953 года она появилась в журнале «Искусство и кино» как раз об отношении исторической и художественной реальности. И его размышления по этому поводу именно из опыта работы главным историческим консультантом на фильме Михаила Ильича Рома. Другое дело, что он, например, в этой статье уделяет особое внимание именно отсутствию материалов по Ушакову. И что большей частью материала по Ушакову, они носят документальный характер. Почти не осталось. Ушаков не оставил воспоминаний. Очень мало воспоминаний о самом Ушакове. Ни переписки, ничего. Переписка только деловая. Личной переписки нет. И поэтому это была в том числе одна из сложностей для создания, скажем так, человеческого облика Ушакова, о котором в большей степени было известно по преданиям, по каким-то сохранившимся в большей степени именно преданиям, чем воспоминаниям. Кроме того, насколько, если мне память не изменяет, в общем, в принципе, личность Ушаковой в последние годы его жизни и в XIX веке не была той личности, которая входила в пантеон героев отечественной истории. Уж почему так произошло, это другой вопрос. Мне за эту морскую новинку, то бишь за резерв-то, за эскаду, потомки плюсы, а той полной статуи. Мне, мне тебе. Ну за что же спасибо? Руки мне развязали ваши светлости. Что до потомков, а вот разберутся. Вот что меня интересует, да, и господа военные историки, наверное, это тоже к вам такой вопрос правомерный. Личность Потемкина Таврического, князя Потемкина Таврического, Григорий Александрович, действительно ли была столь решающей его роль в военной карьере Ушакова? Действительно это было его такое прямое покровительство? И между ними даже какие-то такие отношения сложные, конечно, но очень доброжелательные. Это так, как показано в кинокартине? Ну, здесь надо сказать, что если действительно обращаться опять же к источникам, то выходит, что Потемкин-то, он изначально не имел каких-то предпочтений в отношении футоводцев. Потому что, в принципе, здесь все должно было быть проявиться на деле. И у Потемкина здесь была главная цель, это чтобы человек был способный к своему делу, толковый, храбрый, решительный, ну и, соответственно, который и к нему будет лоялен. И в этом плане, если взять вообще историю восхождения Ушакова, вот это уже относится, скажем так, к Второй русско-турецкой войне 1787-1991 годов, то в начале это Ушаков не было главнокомандующим. И у Потемкина был ряд флотоводцев, которые он время от времени, значит, с ними имел дело и поручал им какие-то мероприятия. Но, в конце концов, просто к концу войны выяснилось, что наиболее подходящей фигурой для командования корабельным черноморским флотом является именно Ушаков. И поэтому в этом плане, скажем так, нельзя сказать, что Потемкин... Ну, другое дело, что, конечно, у Ушакова не было вообще никаких связей при дворе, судя по всему. И один из этапов карьеры – это было командование императорской яхты. Да, и при этом он не завел никаких связей при дворе, по крайней мере, этого мы не видим. Ну, по фильму, получается, как раз связь, что он завел. Знакомство с Потемкин стоялось там. Это действительно так? Да, и получается так, что эту связь он завел только для того, чтобы уйти с этой яхты и попасть на боевой черноморский флот. Парк Спецн, благоволите послать меня на Черное море в лод строить. В корабельном деле я понотарел, я спонимаю. Это откуда такой взялся? Отсюда прямая дорога во дворец, на Вадимиралтесть, коллеги. А ты в лес норовишь, не видим. Политесу нет охоты. Пошлите меня в флот строить, ваше светлость. Для второй половины 18 века, когда люди, наоборот, стремились в столицу, оказаться при дворе, этот поступок был настолько, видимо, скажем так, загадочным, не то, что загадочным, а просто выдающимся, что Потемкин не мог не заметить этого человека. Можно я на секунду куплю? Я просто вспомнил, что у Михаила Ильича Рома в воспоминаниях есть очень интересно, может быть, полуанекдотическое обоснование того, в чем его, кстати говоря, упрекали. Исаков говорил о том, что вот у нас как-то не получилось показать, почему вдруг Ушаков, вот как он выдвинулся. Потому что в фильме, и в реальности, он, в общем, довольно четко противопоставлен екатерининским вельможам. Он совсем другой. Он совсем другой. И в качестве объяснения, каким образом он стал командиром императорской яхты, он был один из немногих, кто мог хорошо провести яхту по Невине, посадив на мель из всех тех, кто, в общем, в окружении Екатерины в то время горцевал в военно-варских мундирах. Я бы добавил, что, возможно, Ушаков выглядел на фоне в том числе и своего собственного руководства в значительной степени более решительным флотоводцем. Вот в начальный период этой русско-турецкой войны, 1787-1991 годов, в сражениях эскадрами действительно командовал не он. Он командовал частью эскадры. И руководство Черноморского флота старалось на начальном периоде избегать прямого столкновения, потому что корабельный флот турок имел значительное превосходство. Кроме того, экипажи русских кораблей были в высшей степени неопытны. И вот на фоне этих достаточно, в общем, нерешительных действий, определенная дерзость Ушакова в этих сражениях, она могла, в общем, дать ему великолепную рекомендацию. В дальнейшем уже в Калиакрийском сражении он главенствует, и он мог развернуться во всю ширину своих способностей. Давайте поговорим о том, насколько интересен этот фильм с точки зрения военной истории. Евгений, вот сражение у Федониси, да, насколько адекватно передано, и была ли, собственно, задача такого вот тщательного исторического реконструирования? Вот на ваш взгляд, как это все предстает на экране? Ну, я думаю, что там, в принципе, показано довольно верно, как все это происходило. Вот, как вот уже правильно тут коллега заметил, он в это время, он командовал только авангардом эскадры, а все эскадры командовал адмирал Войнович. Довольно нерешительный, посредственный. Мне, в сердце, ваше съездие сулящие многое, ежели не все. Ну, да. Полагаю, и нам должно следовать за бригадиром Ушаковым. Ну, да. Куда там следовать? Старая батюшка, на такие плотни пускаться. Пусть я уж этот отчаянный воюет, как хочет. Я помолюсь за него, ваше съездие. А мы по рекламенту, ту эй, артиллерийскую. Ваше съездие, ну, да какие же пары по рекламенту-то? А ты чего храбочишь? Ты чей? Что, комфицер? Смоли у меня! Ваше съездие. Штупай от седова! Никола Угодник, помоги работному Федору. Дурка побить. И вот эта дерзкая атака одного авангарда, который спустился, атаковался в эскадру турецкую. Отсечь, да? Да. Она смутила турецкого, значит, адмирала Пашу. И они стали уходить, убегать от нашего авангарда. Вот. И если бы Войномич главными силами поддержал, тут была бы победа, может быть... Полный разгром, да? Да. Типа Керченского там, или Тендра более позднейший, к более уже решительным исходам. Но поскольку он его не поддержал, то турки практически там без особых потерь просто убежали. У них скорость была днище, обитое медью. И скорость больше была. Потому что наши не могли догнать корабли. У нас медью не были в это время уже обитое днище. То есть это была какая-то новация такая, да? Они всегда могли убежать, да. Обитое медью днище. Это был такой ноу-хау турецкий. Он ракушками не обрастал от днища. А как только обрастает, оно тормозит сразу. Все понятно. Вот. И скорость меньше у корабля. А турки, их французы, англичане же были советники. Их они им делали хорошие корабли по их советам. Вот. И поэтому, значит, они испугались просто, убежали турецкий флор. Вот. Но это уже как раз Потемкин, он потом же докладывали ему, он уже обратил внимание, что вот появился такой командир решительный, дерзкий. Вот, значит, Войнович как-то его не особенно радовал. Победами там. Там он, в начале войны был шторм. И один наш корабль даже занеслось штормом прямо в Босфор, прямо в средину турецкого флота линейный. Вот. И Войнович после этого испугался. Говорит, я вообще в море выходить не буду, там, пока корабли не отремонтируют. Там, может, через год там. А Шаков готов был, вот, как еще чуть-чуть там подремонтируемся, и, пожалуйста, опять в море можно выйти, там, искать турок буду и прочее. Вот. Вот. И к 90-му году Войновича, так сказать, убрал Потемкин и назначил командующим черноморским флотом уже Ушакова. И уже эти сражения при Керчи в 90-м году, при Тендре, а в 91-м при Килиакре Ушаков уже сам командовал всем флотом. Он заслугами своими, способностями выдвинулся. То есть, поначалу Потемкин присматривался к нему, он никакими связями еще там не имел и прочее. И когда он увидел, как он хорошо действует, как талантливо маневрирует, вот, новую, так сказать, тактику отбегает, методы, так, он тогда решил выдвинуться человека. И он действительно показал, что он способен даже и больше, чем... А вот интересно, эти тактические инновации, да, которые применяют Ушаков, это плод его собственной, как бы, да, такой стратегической фантазии. Или же он изучал мировой опыт, как-то вот учился на каких-то примерах. Проиграл сражение. Ну что? Проиграл как олух. Сам же ветер переменил, а повернуться не успел. Противник на ветре. Федор Федорович, вы нынче за шведы играли? Да, шведов. В силу своей природной, так сказать, любознательности, такой вот, изобретательности, он дополнял своими еще, там, эти находками, выдумками. Он был человек очень такой находчивый. Вот, допустим, при Калиакрие, вот, ну, в фильме там все показано, он впервые применил маневр. Обычно, когда атаковали эскадру, стоящую вдоль берега, ну, подходили со стороны моря. Вот, а при Калиакрие он подошел со стороны берега, прошел, между турками и, короче, они вынуждены были в море уходить. Он отогнал их от берега, они могли бы там, как это, береговые батареи, там, прочее. Он отогнал и заставил сражаться в море. И этот маневр так Нельсону понравился, вот так, что вернулся, его и сказали, а так, как жаль, что я не видел этого боя. Как жаль, что было столпотворение, Нельсон, варварство, хаос, хаос. Что же тогда гений? Что? Видеть такой маневр и ничего не понять. Ушаков одним этим поворотом выигрывает бой. То есть Нельсон появляется не случайно, да, в фильме? Да, 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 он повторил этот маневр Ушакова. А когда, в какой битве это сделал адмирал Нельсон? В Криву Кире. В Криву Кире, в Криву Кире, понятно, а потом уже в Египте это делает адмирал Нельсон. Я бы добавил еще к этому, то, что при начале Ушакова, как флотского командира на корабельном флоте Черного моря, этот самый корабельный флот пребывал в ничтожном состоянии. И там не то, что не было достаточного тактического опыта, не было достаточно опытных экипажей, кораблей-то было раз-два и обчелся, ему не у кого было учиться. Черноморский флот в этот момент, ну, скажем так, не имел традиции эскадренных сражений. Ему приходилось до всего доходить самому. В этом фильме, что это как бы самое начало, да, до рождения флота. Более того, собственно, на Балтике он не имел возможности научиться этому, поскольку не являлся флотоводцем уровня корабельного флота. Отсюда мораль, он и на Балтике не мог извлечь уроки там из-за сражений со Швецией. То есть в своем отечестве ему учиться было не у кого, да? Вот в этот момент и не было такой возможности. Были флотоводцы, талантливые, которые работали тактически очень хорошо против шведов. Но так сложилась ситуация, что Ушаков не мог ознакомиться с их опытом. Ну, так его карьера развивалась. А на Черном море просто не было этого опыта. В принципе, не было. Он был из тех, кто закладывал традицию, которую в будущем будут использовать другие флотоводцы на Черном море. Понятно. Мы говорим о русско-турецких войнах. Да, Олег, скажите, какая была, скажем так, более широкая расстановка международных сил? Кто стоял за Турцией? Кто, может быть, стоял за Россией? Какие союзники были у той и другой страны? Ну, это известно, что в фильме, собственно, тоже время от времени рассказывается о том, что туркам в основном помогают французские инструкторы. И Франция как бы стояла за Турцией. Не в каждом бою на турецких кораблях под видом нейтральных наблюдателей непременно присутствовали офицеры британского флота. Он делает? Что он делает? Россия, как известно, воевала во Вторую русско-турецкую войну в союзе с Австрией. И, ну, собственно, в фильме это как бы преддверие этой войны, это показано как визит Екатерины Второй в Севастополь в сопровождении австрийского императора. То есть императора тоже хотели... Но тема не развита, альянс социалистов. Да, да, да. Но он хотел увериться все-таки в том, есть ли на что рассчитывать в союзе с Россией, не является ли это каким-то проигрышным моментом в войне с Турцией. И здесь он должен был убедиться в том, что... Ну, у Священно-Римской империи того времени были какие-то выходы к морю, вот я не знаю? Или это была... Нет, они были выходы только к Средиземному, видимо, морю. Ну, были, да, в Италии, на Балканах. А в Черноморском нет. Но это не морская держава, да. Ну, конечно, это не морская держава, скорее сухопутная держава. И поэтому, ну, в этом плане... То есть помочь, вот как французы помогали туркам, да? А, в смысле, да. Помочь России военной, да? Нет, нет, не могли. В этом плане, что касается иностранных специалистов, которых мы традиционно очень любили использовать, то все-таки Потемкин здесь тоже не стеснялся особо в средствах. И в той же самой начале той же самой войны русско-турецкой известно, что на Черном море и на Гребной, особенно, флотиле действовали принцы Насау Зигин и Поль Джонс, это, по-моему, американский какой-то маляк, в качестве волонтеров. То есть они сначала прибыли в распоряжение Потемкина в качестве волонтеров с рекомендациями о своей службе в иностранных флотах, и Потемкин их использовал в качестве командиров, да. Поэтому в русском флоте, собственно, командиров-то иностранного происхождения было не так уж и мало. Вот, и на Балтийском, и на Черном. Это именно связано, опять же, с тем, что флот только рождается, и поиск каких-то опытных флотоводцев, которые могут, по крайней мере, на первых порах настроить флот на какой-то лад. Но в итоге, действительно, случилось так, что ни Насау Зигин, ни другие, даже Войнович, это же серп происхождение. А эти флотоводцы, они оказались, ну, по каким-то причинам, Насау Зигин был слишком монутеристичен, а наоборот, неприятность. А в чем это проявлялось, интересно? Ну, извините, что я прервал вас. Нет, ну, как у нас диалог. На Балтике, например, он привел однажды своей совершенно бесстрашной, в то же время неразумной атакой к серьезному поражению русского грибного флота. А воинтюристичен в военном деле, да, неуправляемый? Да, он был храбр, опытен, умел, но, извините, пожалуйста, нерегулярный воин. Современная словечка «безбашенный» очень подходит к этому человеку. Скажите, Евгений, а вам понравилось, как изображен ход сражения у мыса Тендра? Вот в этом фильме. Вам интересно, как историку это смотреть? Или так сильно? Нет, даже как человеку интересно смотреть. О-о-о-о, проснулся в историке человек. Так, и что там интересного? Ну, во-первых, там эффектно все это показано. Артиллерийская дуэль морская, да, так сказать, это самое. Убедительно. Да, значит, довольно зрелищно смотрится там, когда попадание снарядов, там пожары на кораблях. Значит, замешательство на турецкой эскадре там довольно так одноглядно показано. Вот, что действительно было. Огонь! Огонь! Наши артиллеристы вот вначале были совершенно плохо обучены, и прочее, но Ишаков он так и все время тренировал, так и все время натаскал, особенно вот артиллеристов, чтобы стреляли метко. Что уже вот к времен там 90-му году в меткости мы превосходили на много туров. И они просто уже не выдержали нашего огня. Обычно через полчаса, час боя, а поскольку он по флагманам старался бить, они просто выходили из боя, из линии. Вот эти вот тренировочные качели действительно были, да, с которых пристреливали? Это все не зря было, это в бою, сказать, лепту посильную очень большую несло, победа. Вот. Они не выдержали просто нашего огня и выходили из линии, сказать, пытались спастись бегством. Вот. А Ушаков, он чем еще, новатор, что? Он не придется жестко от линейного строя. Вот выстрелились друг против друга две линии параллельно. И корабль против корабля, они... Он смело ломал, он в части строя выйти, там, два-три корабля, совершить маневр, зайти, допустим, с другой стороны, там, или... Вот. И турки, они терялись, они как-то не привыкли к того. Они привыкли, как их англичане и французы, что вот надо по линиям строго там все прочее, у них, как линии, выходили, это просто поврежденные корабли. Какую выдержку надо было иметь, какие нервы стальные, да, на пистолетный выстрел, и ждать этого момента. Да, он, значит, подходил настолько, что турки думали, что вот абордаж уже сейчас начнется, да. То есть в фильме это тоже правдиво, да, все равно? Да, наши матросы, конечно, и рукопашно могли бы и абордажно взять, но ему выгоднее была артиллерия, поскольку мы хорошо стреляли, и он в упор, больше просто потерь наносил в дурку, да. Они высыпали на борт, думали, сейчас абордаж будет, а он как раз с металл все живое, этим выстрелом, все в палубе, все живое. Но в фильме все сделано линейно, и уже исходя исключительно из постановочных особенностей. Всех маневров в фильме просто не существует, потому что Михаил Ильич Ром, когда решал для себя задачу, как это показать, вы же не забывайте, что, в принципе, смотрит обыкновенный зритель, который не может отличить отечественные корабли от турецких кораблей, а все попытки, так сказать, показать их на уровне флагов, они не считываются на таком расстоянии. Поэтому Михаил Ильич придумал очень простую вещь. Наши всегда слева, турки всегда справа, все. И стреляют одним бортом, всегда, на протяжении всего фильма. Этот принцип, который, вот вы его не замечаете, ну, это как бы вот искусство уже постановщика, вы его не замечаете, но оно... Ну, тем не менее, это структурирует зрительный образ, да? Все понятно, наши там, не наши, белые, красные, турки, русские. Оно структурирует ваше восприятие, потому что любое сражение, это наши, не наши. Хорошо, да, наши, не наши. Поэтому нужно как-то решать. Ильич, глядя, 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 глядя! Поскольку мы уже упомянули обыкновенного зрителя, который видел этот фильм, а какой был прием этого фильма у советского зрителя, когда он появился на экран? Какая была судьба фильма? Он не вызвал большого ажиотажа ни в восприятии отечественного зрителя, ни на международных кинофестивалях. Хотя это был первый опыт работы Михаила Ильича Рома в «Цветном кино», это был первый и единственный его такой большой постановочный фильм. И вообще по постановочному размаху это был один из самых, как бы сейчас сказали, высокобюджетных фильмов, но резонанс общественный практически был никакой. Но здесь не надо забывать, правда, еще одну такую довольно, может быть, существенную деталь. Фильм вышел, первая часть вышла весной 1953 года, а вторая часть осенью 1953 года. Период малокартинья заканчивался, период такого типа кинематографа заканчивался. Это некая веха в истории России, да, с российского периода. Да, и поэтому фильм в какой-то степени является одним из последних фильмов периода малокартинья, когда была дана установка на создание шедевров. И, увы, за исключением некоторых образов, некоторых сцен, мы все-таки, ну и Михаил Ильич так относился, поэтому, я думаю, он нас простит, понимаем, что этот фильм далеко не шедевр. Ну, и, честно говоря, что касается чисто исторических моментов, то в общих магистральных поворотах сюжета он точен, а, скажем, в деталях, в материальной культуре, в постановке сражений, постольку поскольку историка достаточно много претензий к этому фильму. В некоторых случаях это, собственно, вина, те, кто его ставил, а в некоторых случаях беда. Но я не представляю себе, как можно адекватно поставить калиокрийское сражение, там, количество кораблей поражает воображение участвующих, там, лес, мачт должен быть, и, знаете, толпы кораблей, огромное их количество, там, ни с какими силами, ни с нашими, ни с американскими, ни с английскими. Своим родом, это была проба пера, может быть, не совсем удачной, но, тем не менее, видите, сколько интересного можно, да, получить из такой дискуссии вокруг фильма, ну, скажем так, не шедевра. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней дискуссии и напоминаю, что в студии были специалист по военной истории России Евгений Мезенцев, историк кино Максим Павлов, также специалист по военной истории России Олег Курбатов и писатель и историк Дмитрий Володихин. Дорогие друзья, ждем вас снова в нашем кинозале. Смотрим историю на экране, обсуждаем ее со знатоками и идем по истории своим собственным путем. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова